Откровенный разговор журналиста Андрея Караулова с Татьяной Давыденко, председателем счетной палаты Красноярского края о том, как губернаторами разворовывается достояние народа, вызвало настоящий фурор в зале заседания. Татьяна Алексеевна подготовила доклад, где шла речь о тотальной коррупции и бардаке в лесной отрасли Красноярского края, о том, как безжалостно китайцы вырубают и вывозят лес за бесценок кубометрами день и ночь, когда кубометр продается по рублю подрядным организациям, нарушений в общем уйма. Из Красноярского края вывозят леса, вдумайтесь, на 47 миллиардов рублей. По году? По году. 33 миллиарда, это где-то примерно процентов 70, вывозят в Китай. Угрожали? Вот это ответ на вопрос. Разговаривали, беседовали. Но дальше, друзья, разыгралась нешуточная драма. Руководитель администрации губернатора то ли от безвыходности ситуации, то ли еще от чего заявил, что он, Караулов, тот, что журналист, звонил ему лично и вымогал 2,5 миллиона рублей за то, чтобы материал не публиковали. Он, кстати, был весьма комплиментарен в оценках губернатора края, ссылался на давнее знакомство и предложил мне прямым текстом заплатить 2 миллиона 400 тысяч рублей за то, чтобы передача, которая была заказана ему определенными и всем известными политическими силами, не вышла в эфир. Далее выступил депутат Иван Серебряков с резкими заявлениями. Интересно посмотреть всему нашему депутатскому корпусу в глаза, для того, чтобы ответить на один вопрос. А что происходит? Мы с вами, депутаты, имеем единственный орган, счетную палату, которая может влиять на так или иначе действия исполнительной власти. И мы сидим сейчас и пытаемся эту счетную палату в чем-то обелить или уличить, уходя от главной темы. Ко второму часу сессии ситуация в стенах зала совещания достигла такого накала, что подключились две яркие дамы депутатского корпуса. От кого бы вы думали? От партии «Единая Россия». И стали двухсмысленными фразами намекать на то, чтобы он, Иван Серебряков, держал язык за зубами, иначе будет плохо. Иван Александрович, воистину тот славен и велик, кто в гневе удержал язык. Вас это губит. И никогда не позволяло себе этого, но не помнить о том, что сделали для вас большинство депутатов законодательного собрания лично для вас. Эмоции иногда губят, и не только вас. А свои закулисные, подковерные политические игры, ну прекратите уже ими заниматься, они очень плохо для вас закончатся. Друзья, ну вот, собственно, и видео. Сначала скандальное интервью с Карауловым, а следом разбор полетов из зала заседания. Какой у вас настрой? Рассказать всю правду? Или все-таки всю правду говорить слишком тяжело даже вам, смелому человеку? Будем говорить о чем-то, но и обо всем? Или широко поговорим? Давайте как получится. Ну как получится. Итак, лес. Что происходит сегодня о самом страшном? Говорим, чтобы было и коротко, и емко, и конкретно, и не языком, а цифрами, как у меня в романе «Русский ад» говорит Чубайс. Что сегодня самая большая проблема лес? Ну, наверное, самая большая проблема, которая сейчас существует, то, о чем говорит президент, а он говорит о том, чтобы прекратили воровать. Незаконные вырубки. Незаконные вырубки. Но Миняйло Сергей говорит еще и о том, что ваше правительство краевое не справляется с пожарами с лесными. Это так. Вот совсем-совсем не справляется. Давайте об этом. А дело не в том, что не справляется. Не умеет. Дело в том, что... Вкус некомпетентен оказался. Справляется правительство. Да. Или не справляется. Или не справляется. Результаты... Ужасные. ...наших отчетов показали... Сколько сгорело? ...что не справляется. Ущерб, нанесенный в прошлом году, 4 миллиарда рублей. Ой. Но дело даже не в этом. Ой. Дело в том, что есть территории, где вообще не тушили. Не тушили? Просто не тушили. То есть даже не пытались? Пытались. Но так пытались, что пожар все разрастался больше и больше. И горело, начиная с 8 соток, и дошло до 15 тысячка. Поэтому ущерб, нанесенный... 15 тысяч, я прошу внимания всей страны, 15 тысяч гектаров пожар. Да. Которые тушили больше месяца. Да подожди, это что-то представить себе страшно. 15 тысяч гектаров. Это половина Франции. Даже заикаться там. Ну а дальше... Это пожары. Это верховые пожары. Это дальше инвестпроекты. Ведь предполагалось... Кстати, в Красноярском крае... Можно три цифры назову? Да, конечно, конечно. Прошу. Из Красноярского края вывозят леса, вдумайтесь, на 47 миллиардов рублей. По году. По году. 33 миллиарда, это где-то примерно процентов 70, вывозят в Китай. Это только то, что показывают в статистике. А на самом деле? А на самом деле... Да и не посчитаешь. Нет, сейчас я посчитаю. Так, пожалуйста, очень интересно. Очень хорошие, кстати, есть расчеты. Я запись нашего разговора сразу скажу президенту отправлю. Пескову сегодня же позвоню, когда будет готов полный фильм. Первым делом вам покажу. Депутатов попрошу посмотреть. Прокурора. Если он вернулся из своего бесконечного отпуска после истории с Иваном Серебряковым. Доживем. Итак, 47 миллиардов. Официальная статистика. 33 миллиарда, это более 70 процентов. Продаем в Китай. Вывозим в Китай. А теперь теневая экономика. Очень хорошо умеет считать Федеральная служба статистики. Как? Примерно. У них есть методика счета. Примерно по этой методике, мы ее посмотрели внимательно, в теневой экономике более 30 процентов в Красноярском крае. То есть представьте. Треть в тени. Треть в тени. Треть в тени. В всей экономике. Да. Поэтому масштабы, конечно, катастрофические. Катастрофические. Из 47 миллиардов бюджет края поступило. Полтора миллиарда. Да. Поэтому. Это тотальная коррупция? Как вы считаете? Еще. Еще есть. И все замыкается на чиновников на правительстве? Потому что как, если 30 процентов экономики в тени и все молчат? На них все заканчивается. К ним ниточки ведут? Думаю, что нет. Куда выше? В Москву? Да. В Москву. Эти 30 процентов теневая экономика. Из чего же они состоят? Ну, прям по трасслям. Сейчас расскажу. Мы же сделали две еще проверки. Помимо пожаров. Вы счетная палата? Мы счетная палата Красноярского края. Вместе, кстати, с ФСБ. Я благодарна очень ФСБ. Молодцы, чекисты. Если бы не они, мы бы не смогли просто-напросто это сделать. По определению. И оперативная поддержка, и всякое. Молодцы. Разное. Поэтому проверка наша показала следующее. В 2008 году вдруг принято было решение на федеральном уровне по реализации на каждой территории, где есть лист, инвестиционный проект. Для чего? Что это означало? Что? Это означало, что предлагается инвестиционный проект, при котором должны были построить заводы по переработке, заводы по производству материалов из леса. И при этом, при одном условии, сразу, сразу, еще завода нет, еще деньги не вложили. Условие было такое. Выделялось, выделялся лес для рубки. Еще ничего нет. Поэтому по Красноярскому... А боржу уже заложили. Да. Где есть заработка? То есть украсть, на самом деле. Украсть. А по Красноярскому краю с 2008 года было 14 таких проектов. 14. Три из них закончились, предприятий нет, а лес вырублен. 11 еще действует, но должны были вложить 147 миллиардов рублей. На 1 января 2018 года 102 миллиарда. Вложили вложили 44. А вырубили те 30 процентов теневой, которые я называла. Притом, должны были произвести, предприятия же большие предполагаются, около 28 видов продукции. Так. Произвели семь. И то объем производства этой продукции настолько мал, что даже говорить не о чем. Поэтому вот это одна из схем вот этой теневой экономики. А лес рубили, лес вывозили. Вторая схема, тоже которую мы описали во втором отчете. Мы посмотрели, а как работают леснички. А отчет куды ему ушел? А отчет ушел Кудрину, отчет ушел ФСБ, отчет ушел... Отправили все. Контрольное управление президентов, прокуратуру, депутатам, всем. В правительство края, всем. Два отчета. Второй отчет связан с... Мы проверили, а как работает лесничество. У нас их 60. Так вот оказалось, что лесничество это некие посредники между покупателем и продавцом. Ужас. Что происходит? На самом деле... Что охраняем, то и имеем. Великий Живанецкий. У лесничеств ничего нет, ни техники, ничего. Поэтому 80% техники изношены. Сами они рубить не могут. Поэтому на санитарные рубки 95% они нанимают подрядные организации. Что за организации? Которые находятся рядом. Как правило, филированные. А дальше происходит то, что происходит. Мы были удивлены, когда увидели, что оказывается мы можем рубить лес, подрядные организации, за 1 рубль. Дало? 1 кубометр. Дало? Рубль кубометр? Рубометр. Рубль. Аудитор этого видел. Есть 6 рублей, но это уже много. А есть постановление Министерства леса, края, где рекомендуют рубить от 80 до 100 рублей. 1 куб. Вот вы опытный человек. У вас глаза на лоб, что называется? Или вы не удивились, ждали, что будет такая вот мафия? Или масштабы поражают? 1 кубометр, 1 рубль. Знала, но масштабы поразили. Поразили? Поразили. Поразили. Не ожидала, что настолько. Не боялись, что с вами расправиться? Вас пытались остановить? Ну, откровенный разговор. Андрей Викторович, вы мне задали такой вопрос, что вот... Да, такой вопрос. С волками жить, к сожалению. Только вот, если можно, всю правду. У вас слезы на глазах. Вот, пожалуйста, откровенно говорим. Еще раз. В стране есть президент Российской Федерации. Некоторые забыли об этом. Угрожали? Вот это ответ на вопрос. Тогда как же у вас сил-то хватило и мужества? Вот бы еще что понять. Разговаривали, беседовали. Вы готовы назвать фамилии негодяев, которые вам... Вы готовы назвать фамилии, если честно? Нет. Боитесь? Боюсь. Да вы не докажете, а как вы скажете, там, губернатор, допустим. Допустим. Боюсь. А как вы докажете? Да никак. Не пойман, не вор. А как вы докажете? Никак. Вторая история. Еще сложнее. А вы сейчас боитесь? По-прежнему за свою жизнь? Вот эта пленка, это ваша защита. До нашего разговора, да, могли расправиться. Сейчас поопаситься. Да. Боитесь? Боитесь. Ну, а ФСБ, ребята чекисты, честные, нормальные ребята, предлагали вам защиту. Предлагали. Даже до этого дошло. То есть вы чудом живы. Так получается. Я вас очень прошу, это не показываете. Обязательно покажу. Более того, свои впечатления расскажу всем сегодня же. Да, я отвечаю. Послушайте, в стране очень много нормальных, порядочных, честных людей. Чем выше уровень обращения контрразведка Меншиков, Альса Васильевич Бортиков, ну поверьте мне, я опытный человек, чем выше уровень обращения Чайка, гринь после истории с вашим прокурором Серебряковым. Я с многими разговаривал по вашему прокурору. Когда он Серебряков в суде осудил. Деживю. По мне то же самое. А что по вам то же самое? Ой. Вас-то в чем обвинили, интересно? 28 числа. Вот сейчас? Да. Апреля? Апрель. Мая. Мая, простите. Мая. Я уже так. Так, так, так. 28 мая что было? По заявлению министра леса, которого мы проверяли. Как фамилия? Масладудов. Что сказал господин Масладудов в своем заявлении? Я не читала. Мне просто пришли документы. Так, так. Примерно это было где-то вечером 28-го. Он принес заявление в прокуратуру. И 29-го в 10 утра подписан документ решения о проведении комплексной проверки счетной палаты края. Такого не было никогда. Министр, которого проверяет счетная палата, решил проверять вас. Зампрокурора, сейчас не прокурор, а зампрокурора. Ну, по его просьбе, да. Подписал. Подписал. Комплексную проверку счетной палаты. Комплексную. Что-нибудь похожее было хоть раз в Российской Федерации? Никогда. 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 Итак, еще раз. Будут теперь проверять счетную палату, как хорошо или плохо вы считали, работали. Доживем. Стоп, стоп, стоп. Я Серебрякова просто тут вспомнила. Подождите про Серебрякова. Серебряков выиграл у прокурора и выиграет дальше. Он молодец. А вот Сергей Миняйло. У меня есть товарищ. Я его знаю давно. Адмирал. Настоящий офицер. Вы ему позвонили? Решения прокурора нет. Но все отчеты у полпреда есть. Мы встречались. Мы на самом деле встречались. Вот полпред в курсе того, что происходит. Как фамилия еще раз господина министра Леса? Масладудов. А он лично наше предположение. У меня нет следственного аппарата и оперативного, как и у вас. Вы счетная палата. Вы не полиция и не ФСБ. А ему, этому министру, есть чего бояться? Я его в собственной шкуре сейчас спрашиваю. Как вам представляется? Наши предположения даже не как факты говорим, а просто как предположения, чтобы юридически быть корректными. И у министру есть чего бояться? Наша вторая проверка лесничества показала. Так, так. Мы в течение, наверное, трех или четырех лет все время заставляли министерство торговать, как мы говорим, не из-под полы лесом, а выходить на биржу. Более эффективной системы, чем торговля лесом на бирже, нет. И многие субъекты нашей федерации торгуют на сестру. Торгуют и очень хорошо. Прозрачно, открыто, как полагается. Да, да. Как другие страны делают все. Как другие страны. В Финляндии тоже. Как другие территории. Мы за это ратовали. И наша, кстати, биржа, Санкт-Петербургская, торгует блестяще. Но это наша биржа, Санкт-Петербургская. И губернатор с этой биржи подписал соглашение по торговле. И что, лес-то дошел до биржи в Петербурге? Дошел. Сколько? В Иркутске. В Иркутске? Только, знаете, у нас, как всегда, по черному ордену хотели как лучше, а получилось как всегда. Это только у нас. Везде в других субъектах иначе. А у нас на бирже... Что было? Сейчас расскажу. Ради бога, не будет очень интересно говорить. Решили сделать следующее. Приоритетный проект. Всего 60 лесничеств. Из 60 лесничеств выбрали 6. Там, где очень много леса. Санрубки. И решили, что именно этот лес, этот объем, там, 361 тысяча, будет выставлено на биржу. На продажу. Но не напрямую. А через брокера. И по заниженным ценам. То есть первоначальная цена... Какой уже убыток? Вот я сейчас пытаюсь... Вы считали. Сколько Красноярский край и бюджет страны потеряли в итоге? Только на этих 6 лесничествах, где было продано 361 тысяча кубометров, там, цифру я вот очень... У вас все цифры в голове потрясающие. Все. Потеряли 200 миллионов сразу. Но только на этом кусочке? Только на этом кусочке. 200 миллионов? Да. Как корова языком слезала? По заниженным ценам. А представляете, если бы продали 2 миллиона с лишним санрубок? Если бы торговали все 60 лесничеств. Вот там теневая экономика. Я поэтому и попросила два отчета вынести публично на сессию. Так. И что было? Ну, отложили на две недели. Вот 4 июня. Как отложили? Что, неинтересно такое хищение? Каждый день деньги уходят? Решили провести консультацию. С кем? С правительством края. Депутаты? Да. То есть, как лучше рассказать или не рассказывать о воровстве правительства, или вообще замолчать? Две недели советуются? Я думаю... Вот с этим министром леса в частности? Да. 4 июня мне предоставят слово на сессию. Было принято решение, что мне предоставят слово 4 июня. Я буду выступать с этими отчетами. Но две недели паузы. Да. Ну, я думаю, возмущения будут очень серьезные. Против вас? Или против мафии? Вы знаете, я думаю, будут два мнения. Первое мнение. Зачем ты это сделал? Зачем посчитала? Деньги стране спасаем, ребят. Чтобы край был богаче. Чтобы не воровали. Зачем вынесла публично? Ведь так было тихо, все хорошо. А как же, если без публичности? А без публичности расстреляют, убьют. Это же мафия. А второй момент... Миллионы какие-то. Часть депутатов, конечно, будут откровенно шокированы. Шокированы. То есть совесть никогда не умрет? Вот все равно, чтобы мы не говорили о нормальных, порядочных, честных людей? Нет. Их большинство в депутатском корпусе. А самая страшная цифра из всех этих цифр для вас? Тут несколько сот миллионов на небольшом участке. Вот какая самая страшная цифра лично для вас, как профессионал? Но уже совсем-совсем вопиющая. Нищета тех людей, которые занимаются в этой сфере. Какие зарплаты? Начиная от 10-12 тысяч и до 26. Да. Вот самое нищее население... Вот президент все время говорит о бедности. Так вот, те, кто занимаются лесом, и те, кто там живут, самое бедное население. Вот это самое страшное. У одних все, у других все остальное. И как служится судьба ваша личная? После всего того, что вы сказали и еще скажете? Ну, мне примерно рассказали, как. Как? На следующей неделе должно быть возбуждено уголовное дело. Против вас? Да. Это вот по заявлению министра, что не так считают? Понятно. Ожидаемо, как еще? И отстранение от занимаемой должности. Понятно. Ну, конечно, суд и отстранение. Понятно. Вы допускаете мысль, что это возможно? Да, конечно. Конечно. Возможно. Возможно. Не исключаю это. За правду уголовное дело. И вы думаете, что Валерий Гринь и Юрий Чайко, что называется, не удивятся и не отправят проверять, что творится там опять в этой вашей краевой прокуратуре, бригаду из Москвы, как это было Серебряковым. Думаете, что все это возможно? Допускаете мысль? Допускаю. Допускаете. Очень. Глубоко зашло? Да. Очень большой объем информации, которую мы опубликовали и сделали ее публичной в отчете. Ведь это же никто никогда раньше не делал. А у вас нет другого выхода. Во-первых, нет лифт секретности. Вы имеете полное право опубликовать то, что вы считаете нужным. Во-вторых, мы, журналисты, имеем полное право на своду слова в стране защищения, защищенное статьей в Уголовном кодексе препятствия работе журналиста. Там до шести лет тюрьмы. Мы имеем полное право вам задавать вопросы, а вы имеете полное право и человеческо-профессионально отвечать. Более того, работа счетной палаты любой всегда должна быть прозрачной. Значит, какой черт вы нужны? Я извиняюсь. А когда такое воровство? А как вам кажется? Ну, вот хорошо. Там у вас кто-то попробует на уровне каком-то уголовное дело. У меня было четыре уголовных дела. Я рекордсмен. У меня все... Особенно коммунисты старались. Кривета, кривета, кривета. Одно дело через два часа рассыпалось, другое через полтора дня. Я очень горжусь. У меня две цифры. 14 человек после наших сюжетов вышли из тюрьмы, уже осужденные. Уже по несколько лет просидевшие. Мы доказали, что они невиновные. У меня свой список Шинтлера. 14 человек. И у меня четыре уголовных дела. Все рассыпались, поскольку я никогда не клеветал. Я говорил то, что есть. Андрей Викторович, все цифры, которые есть в наших отчетах, поверьте, у нас в счетной палате очень высокие профессиональные... Подтверждены, защищены, докажены. Защищены, подтверждены. Каждая цифра описана. Каждая цифра... Под каждой цифрой стоит значок. Любое уголовное дело рассыпется. Любое. А коллектив, кстати, у вас единый? Да. Ох, какая прелесть. Вот она, Россия. Да. То есть все стоят, как стены? Да. И не отступят. И не отступят. Ну, достали уже эти негодяи, конечно. И не отступят. Сколько же у вас новых миллиардеров? Вот лес, 30% экономики в тени. У вас и ваши денежки еще и в Москву и там. Вот сколько новых мульти-мульти-мульти сформировали эти деньги? Не отвечу на это вопрос, не знаю. Невозможно? Даже представить. Даже представить не могу. А если бы не воровали, насколько могли бы подняться пенсии у стариков, если бы деньги шли в бюджет, а не карманы мультимульти? И зарплаты у тех лесничьих, лесников и людей, которые работают на этой территории, представляете? В пять раз могли бы вывести. Я думаю, больше. Я думаю, больше. Но вот сейчас мы бюджет получаем с 47 миллиардов, полтора миллиарда. Представляете? Полтора. А если бы получали хотя бы 10-15, возможно, вполне. Это только с легальной экономикой. Я почему все время оговариваюсь. Легальная экономика. То, что подтверждено статистически. Знаете, что я сделаю? Вот после того, как вы выступите на парламенте, я приглашу лично каждого депутата письмом для большого телевизионного разговора. Весь областной парламент. Приеду в Косноярск. Я же предлагал УСУ, что я приеду один, без охраны, без помощника. Один приеду. Хочу УСУ вопросов задать. Разные всякие. Про его несметные, с моей точки зрения, мое предположение. Богатство несметное. УСУ испугался. Не ответил. Вот я официально приглашаю всех депутатов обсудить со мной на экране. Будет вторая серия. И ваш. Вас предлагаю. Вас и вас приглашаю. От поручения. Что нужно сделать, прекратить воровство до исполнителя. Дистанция огромная. Огроменная дистанция. Приведу пример. Кстати, можете зайти на сайт правительства края и посмотреть. Во вторник. То есть мы говорим о чем? Хватит воровать. Прекращайте схемы воровства. Мы их описали. Принимайте решение. Нужно принимать решение. А во вторник проходит форум лесной в Красноярске. На котором подписывается хартия. И все должны жить дружно. Лесная хартия. А дальше еще интереснее. Будет разработана концепция цинизма вот этого всего мероприятия. Я еще не видела. Я не была на нем. Но. Вот цитата. А дальше будет разработана стратегическая модель системы организации управления лесной отрасли, которая предполагает. И дальше по тексту. А дальше будет разработана стратегическая концепция развития лесной отрасли до 30-го года. И ни слова. А вы верите в справедливость? Вот вы. У вас руки не опустились? Вы верите в свою победу? В нашу победу? Вот. Вы верите? Но честно. Вы верите, что вы сильнее? Правда, это такая штука, которая фан или поздно через любой изгородь перескочит. И через любой забор перелетит. Если бы не верила, я бы не публиковала и не приехала бы к вам и не сделала бы публичными эти отчеты. Верю. Верю. По крайней мере, мне так хочется верить. Но один в поле не воин. Я одна. Но у вас коллектив. Есть коллектив. Есть коллектив. Очень сильный. Но когда публично происходят такие вещи, то поверьте мне, у каждого коллектива, у меня тоже есть дочь, дети, у меня есть семья. Ну да, дети сразу начинаются, да, каждый. Да, каждый думает. Зачем мне это надо? Не будет вас, не будет и их, наших начальников. Вода закипает снизу. Но если вода закипает, пальчик уже в эту воду никто не всунет. Сгоришь. Порой кажется, что Бог меня покинул. Даже так. Мало кто понимает. Он не понимает, что за все. Андрей Викторович, поверьте, я в краю очень сильный человек. Никто в жизни никогда не видел моих слез. Понимаете? Вот здесь вот, я не знаю, почему так происходит. Потому что мы все расплачиваемся. Мы все расплачиваемся своим здоровьем за то, что мы делаем. Поэтому у меня дважды онкология. Вот видите, все от нервов. Да, очень интересно, как поведут себя депутаты. Но никто в жизни никогда не видел моих слез. Понимаете? Никто и никогда. А у вас не слезы. У вас крик. Только крик бывает разный. Когда мы молимся, мы тоже кричим. Когда мы молимся, мы тоже кричим. Это тоже крик. Крик души. Поэтому крик души как измерить? Очень интересно, что будет во время вашего. Будете волноваться, когда выйти на трибуну к депутатам? Нет. Нет. Будете спокойны? Совершенно. Совершенно спокойно. Но русский дух, он все-таки не победит. Совершенно спокойно. Очень мне интересно сделать вторую серию с участием каждого парламентария. Кто откажется по имен на фотографию, отказался, отказался, отказался. И избирателям. Кстати, депутаты могут быть и отозваны избирателями. Это я на нынечку конституцию напоминаю Российской Федерации. Так что мне очень интересно, как парламент после обсуждения откликнется в том числе и на мое предложение, о продолжении разговора «Хищение в Красноярском крае». Дмитрий Ильич, панамаренко, если позволите, 30 секунд буквально хотел дополнить выступление Юрия Анатольевича. Юрий Анатольевич в своем выступлении коротко сказал об известном интервью или передаче, наверное, которую, я думаю, все сидящие в этом зале, наверное, посмотрели за эти прошедшие выходные. Эта передача стала частью цикла передач, которые в последнее время разместил господин Караулов в сети интернет. Ютубе передачи были направлены на дискредитацию губернатора Красноярского края, в целом дискредитацию социально-экономической ситуации на территории нашего субъекта. Хотел проинформировать уважаемых депутатов, что перед выходом первой передачи Андрей Караулов звонил настойчиво в приемную губернатора Красноярского края. Как раз шел Красноярский экономический форум, Александр Ильич попросил меня с ним связаться. Я с ним переговорил. Он, кстати, был весьма комплементарен в оценках губернатора края, ссылался на давнее знакомство и предложил мне прямым текстом заплатить 2 миллиона 400 тысяч рублей за то, чтобы передача, которая была заказана ему определенными всем известными политическими силами, не вышла в эфир. Соответственно, ну никто ему платить не стал, это естественно. Через день мне пришло сообщение от некой девушки или, может быть, женщины Олеси от следующего содержания. Добрый день, это вас беспокоит Олеся от Андрея Караулова. Он не умеет писать СМС. Вопрос по фильму так и не решен. Нам сегодня нужно его анонсировать. Бюджет работы 2 миллиона 400 тысяч рублей. Можем ли мы его размещать и считать, что мы не договорились? Караулову пока никто не звонил. Большое спасибо. Ну, естественно, никто не платил ни Караулову, ни девушке Олесе, которая выступала от его имени. И сюжеты начали появляться дальше на канале, в соответствующем в Ютубе. Выводы, конечно, делать вам, уважаемые депутаты. Но я думаю, что Татьяна Алексеевна, к сожалению, стала частью широкомасштабной провокации группы помогателей. Коллеги, хотел с места, но с места не получится. Хочу в глаза посмотреть. Мне действительно сегодня интересно посмотреть всему нашему депутатскому корпусу в глаза, для того, чтобы ответить на один вопрос. А что происходит? Мы с вами, депутаты, имеем единственный орган, счетную палату, которая может влиять на так или иначе действия исполнительной власти. И мы сидим сейчас и пытаемся эту счетную палату в чем-то обелить или уличить, уходя от главной темы. Но я сейчас хочу сказать даже не про это. Послушайте, а что? Дочери у Татьяны Алексеевны не было пять лет назад? Два года назад? Три года назад? Вы что, только об этом узнали? Кому нужен вот этот вот спектакль? А у вас работает дочь? Да все об этом знали. И претензий, и вопросов не возникало. Но возникли претензии только тогда, когда вышел отчет счетной палаты о лесной отрасли. Правильно? Не просто так говорил президент о том, что коррупция и бардак. Не просто так говорила Матвиенко по этому поводу. Вот он, сегодня мы его видим здесь в зале. Мы что, мы сейчас ушли от главной темы. А какая была эта тема главная? А главная тема была та, что из Красноярского края было вывезено на 48 миллиардов рублей леса. А в бюджет поступило всего лишь полтора миллиарда. Спрашиваем, а где 46 миллиардов? А давайте мы эти 46 миллиардов просто, вот мы говорим, у нас нет денег на то, нет денег на это, на что угодно. Ну поделим на 3 миллиона человек, которые живет в Красноярском крае, просто одно лес. И получим по 15 тысяч, включая грудных детей и стариков, по 15 тысяч прибавки. Вот вам субсидии, пожалуйста, за электроэнергию, за ЖКХ. И при этом бюджет не пострадает. Это просто, если навести один порядок, только в области одного леса. По месту этого мы сейчас что слышим? А у вас там конфликт интересов? Нет. Речь не в конфликте интересов. Речь гораздо, гораздо, гораздо глубже. 43 миллиарда рублей. 28 миллионов кубометров леса. И что мы с вами имеем по итогу? Леса у нас нет. В бюджет поступило полтора миллиарда. На только пожарные мероприятия потрачены, было из бюджета полтора миллиарда. То есть вообще о чем получается? Вновь сработали? Классно поработали. Молодцы. И сейчас человек, который поднял эту проблему, а это проблема для всей страны. Мы пытаемся свой же орган взять и пытаться наказать. Да это вообще о чем? Мне стыдно смотреть каждому из вас в глаза. Мне как гражданину просто стыдно смотреть как депутату. Вот это я могу сказать однозначно. И я вот после вот этого отчета могу сказать одно. Давайте я закончу. Я после этого отчета хочу сказать одно. Я увидел официальный отчет счетной палаты. Проведенный на всякий случай с ФСБ. И сейчас мы слышим, что? Сейчас мы слышим. А давайте мы перепроверим. Кого? ФСБ перепроверим? Счетную палату. Так получается что для вас это филикина грамота? Не имеющая никакого абсолютного значения. А кто тогда будет проверять? Есть официальное заключение счетной палаты. Есть заключение ФСБ. А о чем говорил господин Лапшин? Это что за заключение? Вообще кто его подготовил? Кто его сделал? С чего оно появилось? Почему не говорили? Речь не шла о цифрах. Почему никто об этом не говорил? Вот это и есть парламент. И вот я со своей точки зрения и как депутат. Я вот могу сказать честно. Я не доверяю вам. Просто не доверяю всему тому, что здесь происходит. Просто потому что на моих глазах грабят наш край. Просто грабят наше национальное состояние. И кто-то об этом сказал? Конечно можно было продолжать эмоциональные выступления. Я хочу задать абсолютно понятный юридический вопрос. Основанный на том, о чем говорил Юрий Анатольевич. По поводу возможного конфликта интересов. Если мы действительно откроем реестр госзакупок, там действительно есть компания Аэропром. Там действительно есть 600 миллионов рублей контрактов за 2017-2018 год. Там действительно есть директор и один из учредителей по фамилии Довыденко. И если мы прочитаем то самое отчетное заключение об экспертно-аналитическом мероприятии, связанном с лесопожарным центром, мы увидим, что мероприятие проводилось по инициативе счетной палаты. И там анализировались разные компании, которые оказывают услуги по авиалесоохране. Но при этом вопросы возникли к двум, кроме той самой компании Аэропром. В том же самом отчете видно, что, например, счетная палата запрашивала у Аэрогео договор на поставку авиационного топлива. Хотя абсолютно понятно, что Аэрогео является прямым конкурентом той самой компании Аэропром. У меня вопрос очень простой, это Татьяна Алексеевна Довыденко. Татьяна Алексеевна, скажите, пожалуйста, вы нанимателя в соответствии с федеральным законом о противодействии коррупции, о возможном наличии конфликта интересов уведомили? Если да, то когда, если нет, то почему? Спасибо. Я хочу обратить внимание на то, что мы сегодня рассматриваем два отчета. Первый отчет – это инвест-проекты, о которых я доложила. А второй отчет – это лесничество. И, к сожалению, на данный момент я не услышала ни одной объективной оценки тому, о чем я говорила. Мне очень жаль на самом деле, потому что аудиторы счетной палаты – это добросовестные люди, которые старались выполнять свою работу, как всегда. Как уже сказал господин Лапшин, и по другим отраслям ответственно, профессионально и грамотно. Поэтому мне бы хотелось здесь услышать оценки, как будем дальше – выполнять, либо не выполнять инвест-проекты. Будем дальше рубить лес под инвест-проекты или не будет? Как дальше будем на бирже выступать? Так же отрицательно или как-то иначе? В разумительных ответах, к сожалению, на данный момент я не получила. Пожалуйста, Илья Александрович. Просто нужно раз и навсегда ответить на этот вопрос, сказать, что это не моя дочь, или я уведомила о конфликте интересов, и тема закроется. Это просто важно для дальнейшей работы. Спасибо. Еще раз. Все отчеты сделаны совершенно объективно. Совершенно объективно. И если органы исполнительной власти, правительства не хотят признавать того, что они натворили, то очень удобно прикрываться всем, чем угодно. Только не тем, чтобы признать собственные ошибки, которые сейчас уже совершены в течение двух лет. А что будет дальше? Это только начало. У меня короткий ответ. На самом деле, вот, был большего мнения о том, что сейчас здесь происходит. Очень плохо поставленный театр и очень плохо отрежиссированный. Вот прям плохо. Реально больше гораздо уважал тех людей, которые за всем этим стоят. Ну, примитивно. Речь идет о другом. 43 миллиарда рублей грабят Красноярский край среди белого дня. А мы начинаем здесь вот в эту плоскость, в эту. Хорошо. Ну, давайте поставим вопрос. А что у нас у губернатора нет детей? А что у нас нет компании Сибуголь? А что нигде ничего не прослеживается? А почему мы об этом не говорим? Давайте поговорим об этих вещах. Я думаю, абсолютно нормальные вопросы заданы. И пусть нам тоже ответят, и выше должны снилиться. А есть ли там конфликт интересов или нет? Но это речь-то не об этом. И мы сегодня на этой повестке даже это не поднимали. Мы поднимали другой вопрос. Наш орган, счетная палата, дала заключение с проверкой вместе с ФСБ. 30 мая счетная палата, руководитель у нас на Совете Законодательного Собрания, Дмитрий Викторович, вы там присутствовали, говорила, мне угрожают, защитите меня. Меня угрожают, я переживаю за свою жизнь и жизнь своих детей. Кто-то защитил, депутаты выступили, сказали, да, давайте мы напишем там запросы и так далее. А кто-то реальные действия оказал? Никто. Человек сам себя защищает. Нет никакой ангажированности. В чем ангажированность? У кого? Потому что информация стала публичной. Да, знаете, вы заедете в районы, посмотрите, как люди живут. Их просто там уничтожают, вот тайгу рубят, они лишают своего дома. Вы заедьте просто посмотрите, мы же об этом говорим. А нас пытается политика, дети там и так далее. Плохо срезиссировано. Могли бы что-то оригинальнее придумать. Такая зажигательная речь у Ивана Александровича, прям хочется встать, поаплодировать. По Станиславскому, да? Только Иван Александрович забывает, что нельзя быть немножко беременным. Буквально несколько лет назад, не вы ли, Иван Александрович, с вашей подачи, можно потише? С вашей подачи как раз осуществляли накаты на Татьяну Алексеевну. Целенаправленно, долго, упорно. Вы ее обсуждали ровно в том, в чем сейчас начинаете защищать. Значит, помимо нашей воли, нас тут всех втравили в эти, мягко сказать, разборки, в которых мне абсолютно не хочется принимать участие. Значит, вы неоднократно, Иван Александрович, приходили на заседание комитета, на котором рассматривались отчеты счетной палаты и принимались решения по написанию постановления, которые должны принимать мысессионно, и в котором указаны абсолютно все мероприятия, которые необходимо применить Министерству лесного хозяйства для урегулирования этой ситуации. Вот коллега Толмачев очень правильно заметил, нужно тут отделить мух от котлет. Есть конкретный вопрос о рассмотрении всех этих отчетных мероприятий. Есть политическая возня. Значит, на мой взгляд, необходимо создавать группу депутатского расследования, принимать постановления и все эти вопросы рассматривать отдельно. А свои закулисные, подковерные политические игры, ну прекратите уже ими заниматься, они очень плохо для вас закончатся. Я очень коротко, будучи сама человеком эмоциональным, безусловно, переживая за все, что происходит, переживая прежде всего за имидж законодательного собрания, за имидж губернатора Красноярского края и за имидж края в целом, особенно для тех, кто очень сегодня эмоционально выступал и не прислушался к мнению нашего спикера, который предложил абсолютно ровную, спокойную, взвешенную систему по отработке этого тяжелейшего сегодня вопроса, который действительно перешел в некие границы. Иван Александрович, воистину тот славен и велик, кто в гневе удержал язык. Вас это губит. И никогда не позволяло себе этого, но не помнить о том, что сделали для вас большинство депутатов законодательного собрания лично, для вас. Эмоции иногда губят, и не только вас. Я вас очень прошу, пересмотрите, есть время, которое дал и Дмитрий Викторович, и те, кто выступали с какими-то конкретными предложениями, потому что бы вернуть всех в русло обсуждения, а раз не готовы, надо было прислушаться к тому, что сказал Дмитрий Викторович. Давайте-ка мы прислушаемся к мнению комитета. Недостаточно этого. Есть сегодня разумное предложение депутата Пензиной о создании некой рабочей такой комиссии, но в основу которой, конечно же, лягут представители комитета, депутаты комитета по природным ресурсам и экологии. правоохранителям есть сегодня над чем работать. Я не думаю, что выигравшие будут, потому что, зная серьезность намерений силовиков, они, конечно, доведут любое дело до логичного завершения в соответствии с законами, которые в том числе и мы принимаем. У них такая работа, у нас работа другая. Поэтому у меня предложение всех остановиться, оно, правда, звучало раньше о Дмитрия Викторовича, но я поддерживаю предложение председателя законодательного собрания Дмитрия Викторовича Саверидова остановиться, отнестись к постановлению, которое предложили комитет по природным ресурсам и экологии, принять его сегодня за основу, дать себе возможность осмыслить то, что сегодня здесь произошло и происходит в целом и в частности в нашей лесной отрасли. и двигаться дальше, перенеся принятие постановления на 11 число в целом. Все ссылки в описании.